Очередная группа исследователей совершила экспедицию к леднику Давыдова на Кумтор. Российские ученые изучили, насколько велико влияние производства на скорость таяния льда. В настоящее время исследователи подводят итоги своих изысканий, однако главный вывод они уже сделали. Основной причиной уменьшения ледников является глобальное потепление. Производственная деятельность влияет на этот процесс едва уловимо. Однако политики в Кыргызстане уже привыкли спекулировать темой ледников и Кумтора. По мнению отдельных политиков, якобы именно золотобытчики разрушили все ледники массива Акширак. И в первую очередь ледники Давыдова и Лысый, которые находятся в зоне разработки месторождения Кумтор. Продолжение темы в следующем материале. Для предотвращения схода ледовой массы в карьер управление компанией проводит уникальную процедуру выемки льда, не имеющую себе равных к Кыргызстане. Перемещение части ледника в другую часть бассейна, по мнению зарубежных лицеологов, процедура уникальная. О том, что выемка льда – это прежде всего необходимость, говорят не только представители золоторудного предприятия, но и независимые ученые, оценившие всю работу своими глазами. Все думают, наверное, что мы этот лед куда-то отваливаем, а на самом деле мы лед складируем вот здесь. Это ледовый отвал называется, под номером 30. И вот этот лед просто мы берем с ледника и переносим сюда. И все. Как я ранее говорил, что это все ради безопасности. Ледники, находившиеся в зоне деятельности рудника Кумторной из Сыкули, изучали несколько независимых экспедиций. Входивший в одну из них российский ученый Виктор Поповин утверждал, что основная причина тайни ледников – изменение климата. С ним солидарен и глицеолог из России Дмитрий Петраков, возглавляющий экспедицию второй независимой группы. Ни для кого не секрет, что ледники в мире отступают и отступают достаточно быстро. Почему это происходит? Ну, я думаю, что все вы видели кривые температурные потепления глобального. Конечно, в разных регионах это потепление проявляется по-разному. Есть регионы, где на фоне общего потепления идет похолодание. Вот такой вот парадокс. Но все это на самом деле звенья одной цепи. Ледники в мире сокращаются. Темпы сокращения ледников в мире увеличиваются. И основным фактором этого сокращения является изменение температурного режима. Наоборот, складируя этот лед в других долинах и заваливая толщей пустой породы, Кумтор создает техногенные каменные глетчеры, которые будут таять меньше. Говоря о леднике лысый, российский глицеолог отмечает, что потеря льда при этом исчисляется малыми процентами. Я могу так сказать, что объем перемещенного льда составил около 5% от общей потери массы ледников массива Акширак. За 10 лет был срез с 2003 по 2013 год. То есть, казалось бы, вот взяли, убрали целый ледник почти, да? А на самом деле это всего лишь 5%. Разгрузка ледовой массы ведется только при помощи мощных экскаваторов. Забор льда производится с использованием специальной горной техники. На этом участке задействованы самосвалы Катропиллер, грузоподъемность которых составляет свыше 177 тонн. За сутки обрабатывается порядка 20 тысяч кубов льда. Обработанный лед никуда не исчезает. Его переводят на специальный отведенный участок. С 1994 года, когда начались разработки на месторождении Кумтор, мы производим выработку льда. И это производится с разрешения правительства Кыргызской республики. Но я хочу сказать, что мы действительно в последнее время стараемся минимизировать потерю льда. В частности, мы сохраняем лед, складывая в специальные хранилища. Перемещаем в специальные места, где он не будет таять. Научные исследования показали, что после завершения работ на руднике, данный ледник снова восстановится самостоятельно через 100 лет. По мнению ученых, есть два вида воздействия Кумтора на ледники. Один из них – это механическое перемещение содержимого ледника Давыдова в соседней бассейны. Получается парадоксальная ситуация. Размер самих ледников сокращается, но суммарный объем льда или ледовых ресурсов остается прежним. Естественным путем ледники массива Акширак, они занимают площадь около 350 квадратных километров, и вот естественным путем они потеряли чуть больше двух кубических километров льда за эти 10 лет. Ну что такое два кубических километра льда? Это, грубо говоря, три ледника Давыдова целиком. Для сравнения, с 1960 по 2012 год ледники Тиньшане каждый год теряли по 5 кубических километров воды. А тем временем безопасность на производстве – это основа работы компании Кумтор. Все меры применяются для создания благоприятных условий для персонала и окружающей среды. Одной из них и является выемка и перемещение льда для обеспечения безопасности горных работ. Две независимые группы смотрели на эти процессы. Обе группы независимо друг от друга пришли к мнению, что уменьшение ледников вследствие изменения климата в разы превосходит то, что оказывает влияние мы вследствие производственной деятельности. Компания систематически приглашает независимых специалистов, чтобы те отслеживали состояние ближайших ледников. Только недавно группа российского глицеолога Дмитрия Петракова вернулась из экспедиции. О ее результатах специалисты сообщат после анализа проделанной работы. Но уже сейчас можно смело говорить, что влияние высокогорного производства на ледники Давыдов и Лысый минимально и не сопоставимо с разрушительной силой глобального процесса потепления.